Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня в меню у нас очень простой, очень вкусный рецепт рыбы. При этом такой, знаете ли, очень по-летнему легкий. Это были кадры для затравки, чтобы у вас начал вырабатываться желудочный сок, и чтобы вы уже захотели повторить этот рецепт. Вполне возможно, кто-то из вас скажет, а гарнир? Гарнира не будет. Нет, вы, конечно, можете что-нибудь себе придумать, но у нас стоит такая жуткая жара, что ничего тяжелого просто в рот не лезет. Ладно, рецепт простой, быстрый, поэтому хватит болтать. Давайте начнем. Понадобится филе рыбы. У меня мерлуза, она же хек, и помидоры со свежим базиликом для соуса. Ну, и всякие-всякости по мелочи. Начну с чеснока. Вообще, такие вот легкие в калорийном отношении рецепты, или даже скорее не в калорийном, а в малоуглеводном, очень характерны для Средиземки вообще, и для Костабланки в частности. Нет, конечно, в зимнее время, хотя какое оно у нас зимнее? У нас в самое глухозимье дневная температура плюс 12, плюс 14, а ночная плюс 8, плюс 9. Ну, и дожди периодически, конечно. Так вот, в зимнее время я к такой рыбке, естественно, гарнирчик какой-нибудь углеводной сварганю с удовольствием. Картошку, например, запеку, или еще что-нибудь сварганю. Масло на сковородку. Оливка, конечно, экстравиорджин. Очень такое вкусное и ароматное. И пусть обжаривается. Пусть масло напитывается остротой и ароматами чеснока. А я быстренько нарублю чили перца. По нынешней тажере он у меня умудрился за неделю вот так вот подсохнуть. А свежее не стал покупать. Вот. И его вместе с семечками тоже к чесноку. Супер. Да, забыл совсем сказать. Мне тут прислали новые ножи на тест. Самура Гольф называются. И вот, что я считаю своим долгом вам сказать. 4635 рублей. Еще раз. Четыре ножа 4635 рублей. Я обычно вообще не заглядываю на сайты производителей для выяснения цен тех товаров, что присылают на обзор. Но Самура отдельно застрел на этого внимания. Я вот прикинул нынешние цены на товары России. И знаете, вынужден с ним загаситься. Спору нет. Хайкарбон это здорово, это круто, но это дорого. Если с деньгами у вас сейчас не очень хорошо, обратите внимание вот на эту линейку. Пощупайте их в магазине. Так. Что тут у меня? Отлично у меня. Можно добавлять томаты. Обращаю внимание, чеснок прогревал на очень слабом огне. Что касается томатов, сорт и размер не имеют никакого значения, как вы, вероятно, догадываетесь. Главное, что вкусные были. Я вот набрал таких разноцветных. Как он такой ноу-хау? Правильно? Никак. Все уж сто раз видели. Так сказать, секрет полишинеля. К чесноку их. Минут 8-10 надо потомить. Кстати, нагрев пора увеличить до среднего. Поясни на всякий случай. Томаты содержат много влаги. Я эту лишнюю лобу выпаривал, в результате вкус концентрируется. Против. Еще мне понадобится лимонная цедра. Я сниму ее ножом, а не теркой. После терки она превращается в труху, и внешний вид соуса это испортит. Если у вас красота подачи не волнует, натирайте, конечно, на терке. Это проще и быстрее. Чтобы не было горечи, белую часть надо соскрести. Вот так. И теперь нашинковать полосками. Не очень тонкими, не очень широкими. Вот такими. Что касается рыбы. Мне в таком рецепте больше всего нравится морская нежирная крупная рыба с белым мясом. То есть хек, мерлуза, треска, например. Так, помидоры в отличном состоянии. Теперь сюда отправляется белое сухое вино. Пусть алкоголь и лишняя влага выпариваются, а вкус и аромат остаются. Выбор вина. Тут не нужно брать какое-то супердорогое, но и откровенный уксус тоже я, конечно, не рекомендую. Подойдут легкие виноградные вина с ярко выжженной кислинкой. Из винограда, например, свиньон, бланк, рислинг. Шабли хорошо подойдет. А вот шардоне, нет, у него такой соломенный прихус сладковатый. И здесь, в этом рецепте, это будет не то. Как я сказал, уже нужна какая-то кислинка. Кстати, насчет нее. Выдавлю немного лимонного сока, остерегаясь малейшего зернышка, как завещал Илья Малаховец. И сразу же лимонную цедру сюда. Отлично. Соус почти готов. Разве что досолить. О, я же про свежий базилик чуть был и не забыл. Быстренько нарубить, не очень мелко, но и не очень крупно. Вот так достаточно. И в соус его. Еще минута, и готово. Рыбу я сначала прижарю со стороны шкурки, а потом отправлю допекаться до готовности в духовку. Чтобы не заморачиваться с перекладыванием, поджаривать, буду сразу в форме для запекания. Оливковое масло. Пусть греется. Что касается панировки. Она ускоряет образование корочки, делает эту корочку более вкусной, более румяной. Но мне хочется получить в готовом блюде две текстуры. Поджаристую похрустывающую корочку и нежную мякоть рыбы. Поэтому панировать я буду только с одной стороны. Соль к муке. И вот так. Обжариваю на огне выше среднего примерно 5 минут. Не ориентируйтесь на время. Реальное время зависит от количества рыбы на вашей посудине, от мощности духовки, от температуры вашей рыбы. То ли она у вас в холодильнике пролежала, вы ее только что достали, она там 0 плюс 5. То ли она у вас сейчас уже лежит на столе и комнатную температуру имеет. Следите за ней. Образовалась пожаристая корочка. Значит, переходим к следующему этапу. Доводим рыбу до готовности. В моем случае для этой толщины пусков 4-5 минут. А вам пока основные этапы. Запомнили или записали? Переходим к последним штрихам. К завершающим, так сказать. Небольшой тест. Практически готово. Значит, надо добавить соус, прогреть вместе с ним и можно подавать. Сейчас он пропитает все. Да, отлично. Ароматы перемешались. Можно садиться за стол. И свежий базилик, чтобы никто не сомневался, что он тоже входит в состав соуса. Вот такой очень быстрый и очень вкусный рецепт. Если вы любите рыбу, если вам нравятся очень легкие летние блюда, это ваш выбор. Томаты, базилик, лимонная цедра. Там чили и перцы чувствуются. У нас же такое тепло по горлу проходит. Для лета великолепно. И никаких гарниров не надо. Понравилось? Ставьте пальцы вверх. Не понравилось? Вниз? Не забудьте там какой-то колокольчик нажать, чтобы вам оповещения приходили о выходе нового видео. Спасибо за компанию. И всем пока. Ну и в завершении я должен сделать объявление о начале конкурса. На самом деле я ролик тоже давно отснял и смонтировал. Правда, еще не выкладывал. Но тут Самур ко мне обратился и говорит, слушай, давай конкурс проведем. Так вот, разыгрываем три таких набора. Все в выгоде. Для Самура дополнительная реклама. Для вас возможность выиграть такой вот наборчик. И самостоятельно сделать вывод о том, насколько эти ножи хороши или насколько плохи. на не доверять всяким интернет-экспертам, в том числе и моему. Ну а мне дополнительная реклама канала. Подведем итоги конкурса через две недельки. Все очень просто. Делайте репост этого видео в любой из ваших соцсетей. Оставляйте под этим видео комментарии, как с вами связаться. И на основе этих самых комментариев я буду делать случайным образом выборку трех победителей через две недели. Удачи вам! Участвуйте! Теперь вот пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok